После 0-6 на выезде быстро этот результат забыли и настроили команду на этот матч, либо все равно осадок оставался? У нас уже были в нашей истории такие случаи, когда мы 6-0 выигрывали, потом 6-0 проигрывали и наоборот. Футбол тем хорош, что всегда можно реваншироваться. Ребята сегодня настраивали на такой лад. Практически все получилось, с исключением множества нереализованных моментов. Вы сами видели, все сегодня множество моментов. Счет должен быть гораздо большим. Мы помним игру первого круга, когда на психологии проиграли, потому что многие там уже были в отпуске. Насколько здесь удалось настроить команду и вот эти мысли о том, что все, сезон закончился, уже мыслями на отдыхе? Да нет, у нас таких мыслей не было. По правде говоря, в Старом Осколе дали тоже поиграть молодым ребятам, проверить их на профприводность, скажем так. Не у всех все это получилось, к сожалению. Хотя по содержанию, несмотря на счет, игра-то была достаточно хорошая и по содержанию. Но ошибки молодых игроков, к сожалению, позволили нам с таким счетом проиграть. Ну а здесь мы ставку делали на этот матч. И я считаю, что у нас все получилось. Девятое или десятое место, это принципиально? Для меня каждое место принципиально. И я думаю, что и для команды соперников тоже самое принципиально. Конечно же принципиально. Почему заменили Кортнева? Просто дали Дедовичу доиграть? Да, ну мы очень рады за Диму Кортнева. Во-первых, он сыграл на ноль. Рады, что он в первом матче сыграл на ноль. Ну и хотелось просимволизировать смену поколений. Дима Дедович сейчас прогрессирует. И мы надеемся, что в скором будущем он прибавит в мастерстве и составит конкуренцию другим вратарям. Что вы сейчас скажете команде в раздевалке в первую очередь? Мы поблагодарим за сезон, конечно же. За этот год очень сильно прибавили все. Благодаря, скажем так, и сборам, подготовке. Мы будем настраиваться на следующий сезон. Несколько игроков у нас заявлено за основную команду. Есть стимул работать дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова